так богдан александрович здравствуйте так богдан александрович у меня 1000 так сказать как бы их назвать единомышленников но я нашел самого близкого мне знаете почему потому что ближе земляка найти невозможно вот смотрите мы сейчас будем с вами общаться я вас представлю вот на представлю своей манере и так я зачитаю ваше письмо и показываю вашу фотографию особую фотографию и так как звучит письмо да и зачем это мне надо вы мне пишите просмотрел видео теле марта железово и костюченко из львова обратил на него самый близкий рождение костюченко но вот так получилось что дальше вы пишете я вас ловлю на слове как хотите готов рассказать больше информации о качестве фруктов саженцев которые продаются на местных рынках так как тема это интересует несколько лет а почему я интересую знаете я сейчас вынужден вам то ли плакать столь оправдаться давайте последние я хочу вам достаточно а вот здесь уже где тысячи больше встречается украине и я поначалу и угрозы единицы я с него себя пожимал плечами господи какое дело до сибирского садоводства а потом пошли письма также отвечал это же украина это рай и вдруг выясняется а вы подтвердите или нет я вам устроит допрос пристрастием вот это сами написали мне письмо теперь никуда не денетесь дело в том что нехороших писем практически нет помните как я костюченко полушетя сказал когда вы нас накормите персиками он только плечами пожал да вишня а у нас мало плодоносит видите какие проблемы то а если дальше копнуть абрикосы у вас 150 граммов абрикосы были узнаете об этом вот а сейчас вы можете мне на скидку сказать какой самый крупный абрикос вы держали в руках плод вот 100 грамм это уже извините мы уже в сибири имеем 100 110 115 так что это самое а мы хотим 150 кому я должен обращаться ладно и отвлекся смотрите сюда сейчас мы с вами снимаем фильм получится значит конце фильма этого будут все ваши данные вы мне должны все явки пароли все значит да там будет титры фамилия и отчество ваши так значит адрес хотите домашний не хотите дело ваше я я даже не знаю если у вас питомник потом про это вот электронный адрес далее вы еще говорили что а вас есть канал на ю тубе у вас 20000 подписчиков это не шутка моего друга этого напарника всего две тысячи его не такой популярный у денисенко андрея вот так что вы еще круче нас теперь смотрите сюда дело еще в чем нам нужно как-то какую-то компанию сбивать смотрите я не буду сейчас лишнего говорит на белоруссии те которые имеют просмотров против моих фильмов 10 что раз больше и как он знаете как он называет свои то самое свои фильмы и он их называет спокойненько так это самая теория практика железовой он спарит по этой теории практики прививки не все молодец но тут же я посмотрю как он делает прививки мне один факт не хватил а ведь от имени железова понимаете но это одна из проблем но самое главное я рад с чему немного лирики выпишите я сам родом с волынской области жил 40 метров от луска так сейчас проживаю на территории ровенской области он регулярно бываю на волыни в родители так вот волынская область 40 кадров от луцка в деревне жертв него я стал садоводом знаете как сейчас смотрите сюда вот это вот вы не увидите но увидите потом время просмотра вот это вот все что растет моим саду так и здесь это сколько времени надо чтобы найти я хотел вам показать венгерки я познакомился с венгерками когда нас школьников с родителями мы собирали по 10 ведер одно ведро себе в колхозном саду вот жалко много времени идет на поиски этих же которые я умудрился вырастить под названием сорочинские помните сорочинскую ярмарку гоголя помогу так вот классика и слива сорочинская она же и венгерка из класса венгерок ладно другой раз может покажу вот теперь я там впервые и это уже будет первый вопрос к вам познакомился с черешней трехэтажные деревья деревья выше нашего военный городок финские домики и черешни выше полтора раза конька этого же домика да вот и мы целый день сидели на деревьях ели через размер посмотрите на свои ногти вот только не на большой палец на средний даже меньше а вот а мы прекрасно давали себе отчет это сеанс они не привиты они дикие так вот но они с абсолютным вкусом кислинки но рядом раз я вишни рядом вишни но черешня не испорчен вкус я живу в сибири я уже вот сейчас я в несколько этих покажу я дальше на вас буду отыгрывать смотрите вот это черешни у меня всего три четыре сорта которые я показываю все общественности это первый раз в прошлом году я наелся черешин 32 года я вот за это боролся видите друзья вот кстати все что вы сейчас видите вот это вот это и весь урожай но один раз мы наелись капитально вот видите 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 теперь смотрите передо мной это я показываю перед экраном вы не увидите а люди увидят вот это вот черешник который я купил на рынке 300 рублей килограмм они очень крупные очень это предельно крупно самая крупная выбирал жалко не умею взвешивать абрикосы могу сказать вес на взгляд вот примерно вот такие вот да очень крупно и вкусно это средняя азия теперь смотрите сюда там где жил я очень интересовался мне было 7 8 9 10 11 лет и я интересовался всем грецкие орехи вот и черешня вот но черешня была только вот такая дикая вот скажите пожалуйста во первых она еще есть там ведь мышцы одних тех же мест хотя бы дикая во вторых культурная у вас процветает или как да пока черешня почему потому что я убедился в том что на вишневом подвое ее может двигать на серый давайте просто так с вами разговариваю речь идет о конкретных делах по поводу черешни вот я с детства помню черешни и эти черешни растут до сих пор у меня дома на родине действительно черешня небольшая вот это действительно посмотрел на ноготь как ноготь пальца небольшого но это не просто черешня это какой-то такой знаете как будто взяли большую черешню сжали ее в четыре раза и в этом случае я как бы усилился вкус такого вкуса как дикой черешни которые растут у нас на молыне я не могу сравнить с теми черешнями которые у нас продают и даже которые у нас выращивают это привитые какие-то сортовые черешни вкус нельзя сравнить они слаще у них яркий вкус и после вкуса они вообще не сравнимы с черешними привитами правда у диких черешен есть во-первых они опять же каждая черешня имеет свой вкус может быть очень сладкая другая пресноватая есть много горьких порядка 10-15 черешен они горькие их есть можно или нельзя вообще они но вкусные и очень живучие так вот меня смутило то что у нас она не практикуется я не беру шире средняя полоса россии а сам вырос на черешных деревьев с утра до вечера как грачи и вы правы вкуса они самые вкусные оказались дикари дикари понимаете их не культивирует потому что это черешня для внуков вы знаете трагедия страшная у нас самый выдающий садовод любитель я его ставлю на первое место по всей сибири вот особенность то что сеянцева умудрился вырастить так у него самое большое черешня дерево 15 метров высоты диаметру основания метр спилил вот так это целая трагедия и если нет знаете чеку должны были дать государственную премию 1 грант на развитие 2 чтобы он мог купить землю на 400 как сидел чтобы закончить разговор по черешне что хочу сказать значит получается так надо бы может быть даже сеянцы двигать на север и западная украина подтвердите или нет я разговаривал когда с костюченко вот западная украина я не запомнилось чем отличие от южной сырой и без зим без зимы да а там сколько я жил ну там с 5 лет и до 11 6 лет до и в школу ходил но я такой особенный ребенок никто что-то не нет ни туда глядел как гроз взрослыми глазами глядел как приказано в школе сказано 1 декабря начинается зима 1 декабря выпадал снег и не таял и до весны и снегу по колено зайцы тонули в снегу вот получалось как нормальная зима без слякоти ну теперь говорят вроде как все уже не так вот я знаю не говорил что когда он был маленький было очень много снега и когда мне было бед так порядка 10 плюс минус там два три года я помню снежные зимы очень снежные и мороза же я помню был до 33 по моему даже 35 последние 10 лет и особенно последние пять лет зима не очень морозная максимум по моему было 22 градуса у нас на территории романской области 2016-2015 год вообще было мало снежные практически без морозов и было аномально жаркое лето если мы говорим о лете то есть сейчас очень теплая зима и очень часто скотки перемен опасными для плодовых деревьев может быть понедельник грубо говоря 15 градусов мороза снег а уже в субботу плюс 8 плюс 10 ну тогда что получается главный вопрос от ваших от наших земляков украинцев это значит письма ну вот на вскидку черновцы тернополь одесса харьковская область киевская область вот житомир так луганск и все это кто последняя помню все они начали жаловаться на абрикос абрикос как вид исчезает и они в отчаяния обращаются ко мне вот одно они обращаются ко мне не просто механически они говорят а у вас ваши будут у нас так или станет смотреть глаза этого мне даже сказать но откуда же я знаю но и мне нужно деньги зарабатывать я я скажу да будут они потом все сгниют так нет но у нас проблема с абрикосами действительно я такого раньше не видел я вообще живу в пригородной зоне города ровно у нас здесь вот такой абрикосовый оазис у нас здесь растут просто у нас пятиэтажные максимум дома в основном двухэтажные частный сектор и очень много абрикосов я когда первый я здесь живу десять лет я здесь купил квартиру где откуда вещаю скажем так последние восемь лет я каждый год просто объедался в сезон абрикосов это не сортовые это обычные жердери и каждый абрикос это по-своему свой вкус какие-то кислосатые какие-то медовые какие-то какие-то изумительные но 2016-2015 году проспетит была какая-то такая холодная дождливая весна и абрикосы все говорят что это не лёд буквально 50 процентов в прошлом году просто пропало абрикосов я даже вот там присылал фотографии там есть голый абрикос он просто засыхает порядка 50 процентов выпало абрикосов в этом году как-то лучше все равно я вижу позже есть выпадание абрикос так вот из этих 30 снимков который номер с абрикосом я вам даже сейчас сейчас посмотрим так а кстати я пролистал то ли еще то ли черешни придется возвращаться к ней так 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 25 26 27 так он мертвый там по моему только есть на верхушках какие-то признаки жизнь него это бесполезно это мертвый мертвец я делаю делание монолезе монолез это последствия больнее деревья а хотя вы сами сказали перемена климата слякоть до слякоть могла убить его и так он лес добил то что абрикос непригоден оказался именно к сырым условия вот это самое страшное теперь так сейчас покажу дальше я сделал снимок свой жерделя которая привез харшотской области там еще сырее чем вас это я гарантирую потому что что я несколько зим прожил я пришел ужас страшный ужас и такой шлякоти в жизни не видел и чтобы воздухе стояла это буквально влага стрелого тухи туманные сырые туманы а кстати вот вот я его нашел то я сейчас нашел земляка нашего это слива из породы венгерок вот потом увидите а вот она сорочинская с красивой девочкой вот качество фотомодель я снимаю почему потому что чтобы меня не обменяли в крым ездил снимать девочки-то сибирячки мои вот так теперь я сидящие фотографии из крыма это единственное который еще более-менее жив ябленько но я про это фильмах рассказывал и сейчас я все-таки доберусь вот она жардель правда дерево еще было достаточно молодое последний год 23 ведра дала не считая того что не все собрали вот так вот я фильм учебный это я отвечаю на вопросы ваших земляков вот скромные плоды 20-25 грамм кисло-сладкие но вполне съедобно и я больше ничего не могу предложить закатные районы помните фильмы прибалтика были три фильма сатурин и фильм с костюченко да вот и так далее общем сырые регионы да и что получается прикосная проблема есть раз у вас вы мне писали снимок мертвого абрикоса а вот что творится с восточными дайте вся дальневосточная коллекция заражена кем угодно даже европейцами и получается так что они перепылились их потомство вот эти дальневосточных чистых деревоосточников и европейцев совершенно непонятно например у меня совершенно самом сыром месте в саду за здоровенным сараем притык куда стекается вода в тени тень захватывает три метра то есть пол дерева включая всю эту вещь там гниющих там тридцать два года все мировые рекорды на нем не сгнила прививка сделана была королевского если это на этот на манчжури да и вот и здесь у меня как получилось очень сухой климат и никаких моих достижений любая бабка если купит у меня абрикосовый саженец или вырастить косточки у нее будет плодоносит ну с моими советами значит чтобы закончить тему абрикосовая осталось мне нужны рекорды знаете я тут сейчас не буду это было хрустовывают пока хопах похоже да нет все таки покажу дело в чем посмотрите сюда у меня тут они в разброс да вот до сырой климат на ровосновой всего лежит но мне этого мало мне нужны абрикосы 150 грамм таким я уже 15 лет мучаюсь но они почему-то вместо 150 дерево настоящие вот то есть уникальное с это береславского района херсонской области но тем не менее получилось так что я не могу с ней получить крупное они почуяли сибирь измельчали это анти наука то что я говорю что мне скажете где мне раздобыть 150 граммовые абрикосы пока еще жив я про привитые говорю не обязательно жердели ну вот если вы посмотрите фотографии 30 я вам присылал там есть абрикос который растет у нас во дворе это сортовой абрикос какой номер 30 фотографии 30 сейчас она тут рядом у меня сейчас увидим и у меня по нему сейчас будем разбираться это моя судьба такая последнее письмо звучит так вот уже 10 10 июня все еще у меня на окне не сходят ваши какой эти косточки да какой к черту окно а груши то есть хос семечки груш какой к черту окно разве может так как будто не знает что они даже в саду расти давно взошли это так слова знаете как обидно меня фактически считают некоторые чуть ли не этим я виноват что у кого-то не зашло держать до 10 июня представляете у меня уже до метра так ну ладно не будем кто круче смотрите на фото номер 30 это абрикос который какой-то стартовой какой именно никто не знает потому что это купил где-то посадил и вот этот абрикос вот так он выглядит как бы земли и вот так между первой и второй и третьей часть отломалась и упала получилось рано и остальная часть отделилась я вот это все проволокой стянул чтобы не ранить дерево я подложил там такую биджет и манжету стянул проволокой и вот слева видно такое утолщение у самой земли она как бы вот этот разлом зарос утолщился у меня вопрос собственно по абрикосу можно ли когда абрикос молодой как говорится пока дитя поперед клапки первый год можно вот формировать крону рано манюханьки они заживают как правило нет ни одна рано до конца не заживает но вас все-таки не себе но вас другое дело что вот это слякоть может маленькой ранки хоть еще погубить дерево у нас мороз до обрезала торчит ветка вот как пальцы мои да вот так торчат все те кто-то учит в обрезать да он так не думать что вот теперь это знаете вот допустим берем пальцы они целые взяли по фаланге отрезали и зашили и за жилой да как вы думаете рука будет мерзнуть нет когда вот эта новая ткань появится вот об шоу абрикоса будут мерзнуть об этом никто не думает а вот беда другая у вас григи начинается разъедать все это разъедать 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 вот и получается конечно в этом возрасте дерево уже опасно резать вы правильно стянули проволокой вот может быть она не упадет хотя от урожая такие могут падать вот а что касается новых ну посадили дальше он имеет свойство расти а сеянец он как правило абрикосовый сеянец жаль я не подготовил соответствующую фотографию это прекрасный ровненький великолепная саженец у нее штамп вот допустим штамбик ну раз он годовалый например у него профессиональная крона его вообще подходить не надо даже странно что у вас такой получился как вот на снимке я подразумеваю почему так получилось это купил где-то на питомнике его может быть даже обрезали как доставили я не видел его детства скажем так я видел него уже вот таким только он был там два раза меньше а вот наши слова что пениц абрикос из косточки выглядит идеально это 100 процентов просто из природы как-то так заложено чтобы абрикос был максимально компактен максимально красивый и максимально эффективен я имею в виду крон это правда их найти бы фото но жалко время терять может быть потом когда вот очередные 15 минут и остановится съемка сама может быть это да найду его а может быть час ну-ка а минуточку так это это крымский этот незадачливая яблонька которая пришла однокарликов по двоих наклонах вот еще одна а вот еще одна нет это показалось это нет все ладно не буду туда время терять значит что у меня с этим абрикосом привитый абрикос не имеет штамба он его не должен иметь самая страшная ошибка которая совершает ну конечно это все уже есть фильмах поэтому я только так умозрительно и за секунды страшно ошибку совершая тех кто видит а караул штамба нет и давай отрезать нижней ветки даже не догадываюсь что привитое дерево на штамба не должно иметь это вид боковая ветка . буду себе бакетка которая вживлена вертикально выпадена вертикально вот тут конечно гораздо сложнее и вот тут особенно перестаженные деревья это касается и сеянцев и привитых вот так то что у вас получилось оно как получилось я вам сейчас объясню это был мальчик саженец они посадили не обрезая таких случаях вверх просто до верхушки не хватает питания вот а потом когда она сохнет 50 процентов верхняя часть 70 может быть 10 процентов на отбрезают и вот после того когда отрезает эту сухую часть вот это вы начинает расти вот то что вы на картинке это просто неграмотная посадка отбрезать надо было сразу и тогда было бы нормальный штамп 1 они 4 и не надо было проволока обязывать ну ладно один снимок нам с вами пригодился